привет ребятушки привет привет у нас сегодня жареная картошечка с грибами салатик совсем чем можно нельзя начитала сегодня ваших комментариев немного хороших не жаловаться грех но есть такие это просто причем по моему это не хейтеры сидя на другом канале был прямой эфир с варечкой сестрой пишут какими же надо быть но и так дословно уже в смысле не до слова типа свиньи мелики что же был есть а пренебрегать едой что ли как-то так что есть рыба руками в перчатках это жесть ребята никогда в жизни бы вот рыба с костями детям своим например никогда не позволяла кушать не ножами не вилками рыбу с костями только руками и осторожно мне когда-то не увеличены главный всю жизнь и это косточка воткнулась не косточка даже кусочек шлухи семечки это жесть была я к врачу ездила поэтому надо быть очень осторожными рыбу только руками рыбу с костями только руками почему если одеваю перчатки вы считаете что обрезгую своей едой или не уважаю продукты лично что за бред ну что за бред перчатки часто очень люди одевают чтобы не пачкать руки правильно она светлана зверь зрительница написала а в ресторанах как море продуктом ко всему подают перчатки если не хочу пачкать руки что за бред мне кажется про неуважение к еде и про то что надо как-то там вы не тем не тому пишите а серьезно я вот так не ем не я так не ем ненавидю вообще в жизни так же ваши комментарии по поводу моего видео о том как я описывала гостей наталии фальконе ребят кто плохо отзывается да а вообще о людях вы же их не знаете вы делаете какие-то выводы из кусков понимаете просто какие-то выводы но вы ведь не знаете этих людей вы ни разу не видели этих людей почему вы делаете выводы просто ну вот я тоже их не знаю хорошо да но я хотя бы лично их встречала послушайте меня мои описания а вы спорите зачем-то ну почему вы спорите если вы не знаете кто это вообще а а а а а а а а а и а а а а а а а весь день сейчас ливни сейчас пойду будить леску на балконе кайфует накрылся одеялом и на балконе на диване под дождь дрыхнет он был на рыбалке когда мы ездили в орландо к наталье фальконе мы нашли несколько мест для рыба ну для господи для рыбачки чуть не сказала для рыбалки вот и он сегодня туда ездил без меня это капец это какая уже привычка вы понимаете вот то что он поехал без меня буквально там 20 минут отсюда 20-30 минут у меня такое чувство тревоги было я вам передать не могу вот настолько привыкли с этой работой всегда быть вместе в ресторан вместе в туалет вместе мыться вместе работать вместе он уехал и просто чувство тревоги безумная понимаете это капец это уже зависимость вот отвыкаешь от картошки отвыкаешь все равно вкусно все клево но есть чувство как будто раньше все эти блюда казались вкуснее надо стиралку включить по поводу я как бы меня это не злит не думаете просто хочу объяснить очень многие люди пишут как я в таких количествах съедаю нет здесь таких количеств если я готовлю например бывает много например пол пачки пельменей да я сварила и свалила так в лига чтобы видели что это много на самом деле это не очень много но все равно если чего-то много да мы с папочкой за несколько раз съедаем да да мукбанг он все равно обязывает сначала кушаю я потому что я снимаю мукбанг потом если это остыло папик разогревает кушать если нет просто кушать да мы едим с одной тарелки да мы не только этими жидками с жидкостями в течение двадцати восьми лет обмениваемся поверьте мне поэтому это нормально это абсолютно нормально и вот она ест он рядом это мукбанг мне надо для вас снять мукбанг я понимаю что это бестолку все что я сейчас говорю все равно все это будут писать и визуально честно вам скажу это камера ну как вам объяснить вот я на самом деле меньше чем вы меня видите гораздо худее чем вы меня видите это сковорода гораздо меньше чем вы ее себе видите в видео вот вам кажется сейчас обязательно напишу это как это она сожрала всю сковородку картошки с ее обрезанным желудком здесь 200 грамм шампиньонов ну ладно шампиньонов ну ладно шампиньонов ну ладно шампиньонов вы сами знаете они ужариваются и здесь 4 картошки пол 4 4 картошки пол головки репчатого лука и 200 грамм ужарившихся шампиньонов сколько я тут съела ну пускай полторы пускай две картошки я съела но вы же обязательно кто-нибудь напишите как она могла сожрать сожрать сковороду на самом деле мукбан для этого и существует если у меня получается показать вам что у меня горы еды то я молодец конечно значит у меня все таки получается я не могу ну иногда конечно я могу с вами потрындить и с бутербродом но все таки вот даже алиса у меня она иногда смотрит мукбанги я сегодня у нее спрашиваю скажи а вот ты мукбанги чтобы не хотелось есть потому что иногда она устраивает себе разгрузочные дни я говорю а ты когда видишь мои мукбанги у тебя появляется какой-то аппетит тебе хочется кушать тебе есть ощущение что прям это вкусно она говорит да я говорю ну надеюсь надеюсь и поставила разогревать ой размораживаться хвосты лобстеров завтра так дилан придет в гости а он и так мое ни хрена не ест уже и питки хирики шубу на новый год шубу селедку под шубой попробовал побежал к белому другу в общем болезненно относится к нашей еде он более готов он более с большей готовностью покупает в ресторанах вот я говорю у меня есть хвосты лобстеров я вкусно их готовлю он ой я так люблю ну давай я тебе приготовлю завтра-то он придет в гости я говорю приходите приходите в гости вот так алиса орет мне надо только кашу вот завтра я сделаю кашу овсянку со свежей с черной смородиной замороженной ну в смысле с настоящей черной смородиной а я ему сделаю хвосты лобстера ладенько пойду отдыхать пойду папу будить надо его как-то перекладывать на общую кроват кроватку что такое вообще приятного аппетита дорогие мои кушайте вкусно я вот думаю может быть завтра попробовать приготовить колдуны алена с мамой приходили приносили колдуны ребята это так вкусно я ни разу не готовила честно вам скажу ни разу в своей жизни не готовила их если честно впервые их ела надо подумать на эту цепу надо подумать на эту цепу все пока пока спокойно быть так 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 Продолжение следует...